Любая война это ужасно, а тем более, когда война приобретает такие масштабы, как это случилось со Второй мировой. Но при всех своих ужасах, эта война дала огромный толчок в развитии оружия и военных технологий. И все они начинались с прототипов и образцов, которые иногда оказывались весьма странными, если не сказать большего. О самых необычных вариантах оружия Второй мировой войны в этой подборке. Кривоствольное оружие. Идеи огнестрельного оружия с изогнутым стволом для стрельбы из укрытий начали появляться еще в XIX веке. Однако их практическая реализация состоялась лишь в конце первой половины XX века. В СССР первое кривоствольное оружие появилось в 1940-е годы. Тогда в ходе экспериментов стволы искривляли у пулеметов Горюнова и Калашникова. То дальше опытных образцов дело так и не пошло. В Германии в 1943 году приспособления для стрельбы из укрытий были даже официально приняты на вооружение и применялись в реальных боевых условиях. Интересно, что в советской пропаганде тех времен такое оружие называлось предательским или для трусливой стрельбы из-за угла. Станковый противотанковый гранатомет калибра 105 мм. Практически под самый занавес войны зимой 1945 года немецкий концерн Rheinmetall Borzing представил опытный образец нового противотанкового гранатомета «Ханнер» и кумулятивный гранат для него. Габариты нового орудия получились весьма внушительными. Да и вес за 40 кг говорил о том, что использовать его можно только на станке. Впрочем, боевые характеристики были весьма неплохими. При стрельбе на дальность до 500 метров 100% снарядов впадали в цель размером 1 на 1 метр. Вот только технические трудности, связанные с производством нового оружия, позволили полностью завершить работу над образцами лишь к маю 1945 года. А тогда было уже слишком поздно. Суборбитальный бомбардировщик Проект гиперзвукового суборбитального бомбардировщика космолета под названием «Сильверфеголь», то есть «Серебряная птица» Детище австрийского ученого доктора Ойгена Зенгера. Основным назначением этого самолета была бомбардировка территории США, в частности Нью-Йорка, а также дальних промышленных регионов СССР, Урала и Сибири. Вес бомбовой нагрузки зависел от расстояния полета. Так, например, до Нью-Йорка за 6500 километров серебряная птица могла донести 6 тонн бомб. Максимальная же грузоподъемность составляла 30 тонн бомб. В 1941 году этот проект был временно заморожен, поскольку не предполагал немедленной отдачи. О нем вспомнили лишь в 1944 году, пытаясь сделать из него орудие возмездия. Однако, несмотря на успешные испытания прототипов в аэродинамических трубах, даже немецкому командованию было очевидно. В тогдашней ситуации проект не удастся реализовать. В результате он так остался чертежами на бумаге. И правильно, потому что более поздние послевоенные расчеты показали, что подобный аппарат даже в теории не мог функционировать так, как задумывал его создатель, и просто развалился бы при входе в атмосферу. Густав и Дора – крупнокалиберная артиллерия. От бумажных прототипов к реальному оружию. Дора – уникальное сверхтяжелое железнодорожное артиллерийское орудие германской армии. Его создавали как бы назло. Все дело в том, что после Первой мировой войны, согласно Версальскому договору Германии, было запрещено иметь орудия калибра свыше 150 мм, а также любые противотанковые и зенитные пушки. Поэтому, по мнению лидеров нацистской Германии, создание мощной крупнокалиберной артиллерии было делом престижа. Всего было построено два 807-мм орудия. Первое получило имя Дора, а второе – толстый Густав. В 1942 году орудие было применено при штурме Севастополя. Скорострельность орудия составляла всего два выстрела в час, но снаряды были действительно ужасающими. Вес – 7 тонн. Из них от 250 до 700 килограммов, в зависимости от типа, приходилось на взрывчатое вещество. Прицельная дальность – 39 километров. Снаряд мог пробить 1 метр цельной стальной брони или 7 метров железобетона. Ампуломет. Как гласит легенда, ампуломет – детище блокадных ленинградцев, которые настолько обессилели от голода, что не могли самостоятельно бросать в противника бутылки с зажигательной смесью. В действительности же ампуломет был придуман в московском КБ завода номер 145 имени Кирова. Хотя справедливости ради стоит сказать, что это оружие не только с успехом применялось, но даже производилось в блокадном Ленинграде. Технически ампуломет представляет собой небольшую мортиру, стреляющую стеклянными или тонкостенными металлическими ампулами с самовоспламеняющейся огнесмесью. Предназначался ампуломет для поражения вражеской техники, а также пехоты в окопах и закрытых сооружениях. Использовался в основном для ближнего боя ввиду своей небольшой дальности стрельбы – около 250 метров. Миномет-лопат. Реальное оружие, принятое на вооружение и успешно выполнявшее свои задачи, представляло себя, как нетрудно гадаться из названия, гибрид малой пехотной лопаты и миномета калибра 37 мм. Миномет состоял из ствола, лопаты, она уже являлась опорной плитой, и сошки с пробкой. Труба ствола соединена наглухо с казенником, в нем запрессован боек, на который накалывался капсуль вышибного патрона мины. По мере совершенствования средств вооружения, миномет-лопата потерял свою актуальность в средстве недостаточной дальности огня и малой мощности мины, и в конце концов был снят с вооружения. Самоходная мортира Карл Одна из самых мощных САУ своего времени, калибром 600 мм. Несмотря на то, что всего в боевых действиях участвовало только шесть установок, применялись они достаточно широко, вплоть до окончания войны в 1945 году. Огневая мощь орудия была действительно впечатляющей. Двухтонный бетонобойный снаряд выстреливался с начальной скоростью 220 м в секунду, пробивал бетонную стену толщиной от 3 до 3,5 метров или стальную плиту толщиной 450 мм. Максимальная дальность полета такого снаряда составляла 4,5 км. Однозарядный пистолет FP-45 Liberator Предельно простой, конструктивный и очень дешевый в производстве FP-45 Liberator планировалось забрасывать за линию фронта для использования партизанскими войсками и бойцами сопротивления. Пистолет состоял всего из 23 частей, получаемых в результате штамповки или прессования, а потому его себестоимость составляла 2,4 доллара. Силами 300 рабочих завода Мандерсена за 11 недель было изготовлено около миллиона таких пистолетов, однако документальных подтверждений массовой заброски пистолетов нет. Лишь только около 25 тысяч единиц было передано на Великобританию для снабжения французского сопротивления. Телетанки Телетанками в Советском Союзе называли танки без экипажа, управляемые на расстоянии с помощью телеуправления по радиоканалу. Первым телетанком, принявшим участие в реальных боевых действиях, стал ТТ-26. Рычаги приводились в действие пневматикой. Компрессор накачивал в лотух-баллон, откуда он под давлением подавался на поршни манипуляторов. С помощью специального пульта, оснащенного по меньшей мере двадцатью кнопками, оператор мог заставить танк выполнять до 16 различных команд. При этом сам оператор находился в другом танке, следующем позади управляемого на расстоянии 500-1500 метров. Вооружение телетанка состояло из пулемета ДТ и огнеметной установки. Также иногда использовались 200-700 килограмм бомбы, замедленного действия бронированной коробки, которую танк сбрасывал около укреплений врага, что позволяло разрушать бункеры до четырех уровней под землей. Телетанки также были способны к использованию химического оружия, хотя оно не использовалось в боевых действиях. Носитель зарядов Голиаф У немецкой стороны тоже были дистанционно управляемые машины. Наибольшую известность из них получил легкий носитель зарядов Голиаф, который очень широко применялся гитлеровцами для уничтожения техники противника. Он был надежен и достаточно дешев в производстве, что позволяло использовать его в качестве робота-камикадзе. Имея собственный вес менее 400 килограмм, Голиаф мог нести до 100 килограмм взрывчатки. Правда, в отличие от советских танков, управление производилось не через радиоканал, а с помощью кабеля, а его длина составляла максимум 700 метров. К тому же кабель был никак не защищен и легко перерубался осколками снарядов или саперной лопаткой.